8 сентября состоится презентация туристического логотипа Саратова. Однако за несколько дней на сайте студии Артемии Лебедева уже был представлен результат работы. Мы узнаем, пришелся ли он по душе саратовцем. Ну, как-то романтичный, наверное, скорее всего, да. Да, у нас такой город. Вроде ключ и человек смотрит. И сердце. Это типа... Ну, непонятный. Что это? Ключ и сердечек. Шрифт. Ну, я бы хотела, чтобы побольше было. И вот красочный вот этот ключ. Он такой... Сделать больше, чем любой бывает в Саратове. Нет, это причем это-то. Шрифт, шрифт. Они могут сделать любой потом. Да, это же дело хозяйское. Обычно стандартный ключик. А с Саратом как-то ассоциируется? Я не буду часто. Буквка С, вот они, С. Обычный ключик. Тортиллый ключик вот. Из Буратины. Ну, с Саратом ассоциируется? Подходит? Нет, никак, да. Ну, сердечко. Есть сердечко. Восьмерка. Бесконечность. Нет, то есть люблю бывать в Саратове. Это вот прямо логотип целый. Вот это все-все-все-все. Ну, вот мне черные буквы не очень нравятся. Блекло. Мне интересно. Мне кажется, что в этом что-то есть. Ну, нельзя же символ делать там каким-то многознаковым. Если он должен быть лаконичным, то, пожалуй, скорее да. Это как какой-то ключик, что ли, что-то открывать, что-то. Волга и рыбки интереснее, интереснее, чем вот этот какой-то, нет. Инопланетянин. Красный не саратовский цвет наш, более голубой, наверное, если был бы, то да. Вот так. Почему первая буква именно такая? Она двусмысленная, потому что можно по-разному интерпретировать это. Ваня, это что? Это ключ. Да. Что это значит? Ну, значит, что дверь открывать, ну, натих. Это как объемнили обычно. Потом не курить, не сорить. Возможно, задумка Артемия Лебедева была глубже, чем понимание горожан. А может, это была просто дизайнерская шутка? Давайте ждать официальной презентации логотипа. Валерия Павелко, Альбина Абдулина, Свободные новости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...